С 10 по 15 декабря в Москве показывали фильмы о правах человека, правах на жизнь, на любовь и терпение ближнего, на голос и свободу. На 17-м международном кинофестивале «Сталкер» также поднимают вопрос о формуле доверия в российском обществе. Я думаю, что очень важный такой итог, на мой взгляд, то, что здесь не только о правах человека речь идет, но и речь идет о теме доверия. Сегодня общество живет в очень сложной обстановке, люди теряют доверие. Доверие к власти, доверие к полицейскому, к врачу, к журналисту. В связи с этим специальный приз Союза журналистов России получил документальный фильм «Мы не овощи». Сына одной из героинь убили в армии, а посадили за это невиновных людей. Сегодня она пытается вызволить их из тюрьмы. По словам создателей фильма, для таких людей проявить гражданскую позицию – это не пустой звук. Это тем более актуально в свете событий вокруг парламентских выборов 4 декабря. Когда мы его делали, а делаем мы его в январе еще прошлого года, конечно, это были такие одиночные случаи проявления какого-то гражданского самосознания людей. Сейчас, конечно, когда выходят на болотную, ребята, которые до этого ни на выборы не ходили, ничего про политику не интересовались, а все больше не овощей становится. Это хорошо. В нескольких фильмах затронута тема прав беженцев в России. Семья помирских таджиков переехала в Тверскую область в 90-е, спасаясь от гражданской войны на родине. Режиссер Екатерина Головня показывает, как люди разных национальностей помогают друг другу выжить в глухой деревушке. Здесь можно говорить о мультикультуре в действии. Они пытаются уживаться. Как бы они там ни ругались друг с другом, ни говорили какие-то, высказывали свои обиды, но все равно сами герои говорят, что вот ко мне пришла таджичка, там не может или там печку растопить или что-то, вот я ее учу. А таджики их кормят лепешками. О нелегкой судьбе иностранцев в России повествует и фильм «Не понимаешь, поймешь». По словам режиссера Джуна Сок-Ву из Южной Кореи, история главного героя во многом автобиографична. Он сам попадал в полицейский участок после проверки документов, несмотря на законность своего пребывания в стране. Почему они всегда-всегда хотели проверить мою регистрацию, и я показал? Пусть нормально, но только однажды на машине они спрашивали меня, у тебя есть деньги? Что значит это? Ну у меня регистрация пусть нормально. Почему они такие вопросы спрашивали, вообще я не понимаю. В этом году в конкурсную программу «Сталкера» впервые попали художественные фильмы режиссеров из стран СНГ и Балтии. NTD. Москва. Россия.